Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова о серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу прибыль нашей компании за 2 недели, потому что именно в этот день, именно сегодня, получается 2 недели, как я создал свою транспортную компанию, я вам покажу сколько мы заработали, сколько мы накатали рейсов и в целом сколько у нас наград, то есть награды это самое главное, потому что у меня в целях было накопить получается 100 наград, получилось у меня или нет, за 2 недели вы сейчас в принципе это все узнаете, поэтому видос будет максимально интересный, я от вас хочу видеть максимальную просто активность, давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков, ну а для тех кто планирует играть на проекте Мазин Холиплей, конечно же есть мой промокод, пишите слэш мм, 7 пункт промокод, указай друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно зайти на любой сервак, ввести мой промокод, вкачать уровень и вы получаете бабки. Ну а я вам конечно желаю приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца. Ну что ж, дамы и господа, вот та самая моя транспортная компания, которую купил с ГОСа, полностью у нас ГОСа, она с нуля была куплена, то есть здесь было 0 рейсов, 0 прибыли. В этом ролике на своем примере я вам покажу сколько реально заработать за 2 недели, я думаю вам это будет интересно посмотреть, потому что многие думают создавать транспортную компанию, не создавать. Короче пацаны, в этом ролике я вам все расскажу, покажу, как бы вы сами для себя сделаете выводы, создавать вам транспортную компанию или нет. Все меньше пиздежа, блять, заебал, пиздеть реально, блять, сколько можно нахуй, пиздит и пиздит, сука, и пиздит и пиздит, блять, ты покажи уже, блять, бабки нахуй, покажи, блять, ты. Вот за сегодня компания заработала 500 тысяч, как бы 500 рейсов сделали, 500 тысяч заработали. Хочу пацаны заметить то, что у нас как бы процент 5, это не 15 процентов, это стоит 5 процентов, то есть это почти самый маленький процент, понимаете. 92 награды. Я считаю неплохо, но можно было бы лучше. Мы не каждую награду забирали, но мы в день стабильно забирали 5-6 наград. Бывало то, что забирали все награды, именно 8 наград забирали полностью. Но забирать постоянно все награды, пацаны, я скажу так, то что это невозможно. Все равно ты заебываешься, пацаны, которые у тебя работают, тоже заебываются. Забирать все награды невозможно. Чистыми мы заработали 15 миллионов 500 тысяч, то есть это за 2 недели. Это просто прибыль в компанию, понимаете. Это не с наград. И за все время мы накатали 15 тысяч рейсов. Я бы не сказал, что это жестко, потому что мы в день катаем тысячу рейсов. Также хотел бы сказать большое спасибо всем, кто работает у нас в компании. Вам реально просто огромное спасибо, потому что, я думаю, вы понимаете, я понимаю, что если бы не эти люди, то у меня бы ничего не получилось. Поэтому всем, кто реально работает, вам просто огромное спасибо. Вы реально красавчики. Я накатал 2 миллиона. Ричард как бы тоже накатал 2 миллиона. Вот Максимка. Ну, Максимка как бы, да, слабенько катает, конечно. Ну, у пацана времени особо нету. Но, в принципе, тоже большому спасибо за помощь. Вот здесь Ваня как бы есть. Много пацанов, кто работает, как бы. Всех, в принципе, не показать. Но вы не думайте то, что вот, как бы, я там заработаю миллионы и никому ничего не дам. Да, у нас сейчас премии нету. Но особенно наград я всем, кто хорошо работал, кто именно хорошо работал, пацаны, запомните эти слова, кто именно хорошо работал, тем я накину бабок там по 2-3 миллиона. Те, кто не работал, те, кто ленились там, уходили из компании, туда-сюда, тем, конечно же, я ничего давать не буду. Я дам и на тем, кто прям хорошо работал и хорошо помогал. Дал-дал дома, дал-дал, ушел. О-о-о, дал-дал, ушел. Три суточки ебашу я, по Арзамасу я. Пизда мне, пизда мне, не, нихуя. Я-ля-ля-ля-ля-ля, боком залетаю я. Уебался я, в машине вся пизда. Ладно, рэпер из меня, конечно, блядь. А какой нахуй рэпер, блядь? Я долбоё по-бычно, блядь. Вот сучка, блядь, боком, сука, ебачить, нахуй. Удержать её, сука, сложно, блядь. Ебаны в рот. Тихо, тихо, молодая, не газуй, да-да, ты шоу? Вот так вот красиво залетаем, заезжаем, вылетаем, охуеваем. Что-то у меня понесло вообще конкретно. Ну что ж, я думаю, с прибылью всё понятно. Теперь давайте расскажу про планы на будущее. Что вообще планирую делать, куда тратить деньги. Потому что я планировал накопить 102 награды. И сделать обмен наград. Скорее всего, на выходных мы уже будем делать обмен. Потому что у нас есть уже 92 награды. То есть, там осталось 10 наград. И уже можно будет делать обмен. Я не знаю, будет это на стриме или не на стриме. Но в любом случае, скорее всего, на выходных, либо уже после выходных, будет обмен наград. Куда я планирую вообще потратить деньги? Я думаю, это всех интересует. Я должен отдать, получается, 30 миллионов своему другу. Я у него позначал на Магнумы. Потом Америкосу должен отдать 30 миллионов. Я у него брал эти деньги, чтобы купить компанию. Если так посчитать, с обмена где-то я должен получить 160 миллионов. 60 лямов я отдаю за долгим. Примерно где-то 20 миллионов я отдаю людям. Тем, кто хорошо работал. Ну и потом я планирую делать премии в своей компании. X3 премии, либо X5 премии. Это мы уже посмотрим. Ну а так, если подумать. Я не знаю, куда я буду деньги тратить. Как бы хочется и коттедж купить. Хочется и какую-то тачку купить себе. Я думаю, когда уже сделаем обмен наград, тогда уже будет видно. Загадывать как бы не буду. По факту, там уже сколько бабок останется, то уже буду в принципе решать. Как бы на обновление бабки оставить. Потому что, я думаю, должно выйти в скором времени обновление. Возможно даже в этом месяце. Поэтому там добавят новые тачки, там новые фракции, туды-сюды. Для тех, кому интересно, как бы я еще не вкачал сотый скилл. Хотя можно было бы, конечно. У меня 88 скилл дальнобойщика на данный момент. Не знаю, в этом месяце вряд ли я вкачаю сотый скилл. Хотя все может быть. На данный момент у нас как бы 4 магнума. Я планирую еще после виноград купить магнумы. Как бы да, у нас в основном лички в ТК, но магнумы тоже нужны. Я думаю, 6 магнумов с головой хватит. Поэтому денег у меня не особо много останется. Но магнумы нужны, реально. Магнумы нужны. В любом случае, если я куплю магнумы, я смогу их продать и вернуть свои деньги. Как бы это выгодное вложение. Ну, когда у нас было 2 магнума, то люди как бы от нас уходили. Не хотели к нам идти, потому что им не на чем было работать. Много людей как бы на личках, но есть все равно те люди, у которых как бы нету личек. И они хотят работать на магнуме. Тем более, работать на ТК, что магнуме, это реально очень выгодно. Потому что заправляться вам за свой счет не нужно. Вы можете просто подъехать к компании, заправиться и все. Целку ученик тоже не нужно. То есть, как бы, ну, меньше геморроя, реально. Меньше геморроя. Но, в любом случае, конечно, личка это лучше, чем, как бы, ТКшный магнум. Я не знаю, что вам, в принципе, еще раз сказать такого интересного. Потому что, ну, в принципе, больше ничего такого не произошло. Есть там некоторые изменения с Фомой. Но об этом вы узнаете, я думаю, возможно, в следующем видосе. Насчет газона, как бы, с ним все хорошо. Без каких-либо изменений. Уже накатал на нем 100 тысяч пробега. А брал я его, по-моему, когда у меня пробег был 82 тысячи. Я не жалею то, что я сюда поставил аудиосистему. То есть, я вполне доволен. Эта покупка была полностью оправдана. Потому что, как бы, я на нем, пацаны, работаю. В газоне, по сути, кроме третьего ЧП и Nitro, больше ничего не надо. Для своего комфорта я сюда поставил аудиосистему. Потому что, ну, я люблю слушать музыку. Я, как бы, меломан. Я, пацан, получается, меломан. Я каждый день скачиваю новую музыку. И поэтому, поставить сюда аудиосистему, ну, это была реально необходимость. Потому что, ну, я люблю, как бы, слушать музыку и работать. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать, я надеюсь, что вам это видео понравилось, в принципе, я думаю, у нас неплохо получается, я наконец накоплю 100 наград, потому что я очень этого хотел, вот реально у меня была цель, еще на первом серверке, когда я был, у меня реально была цель накопить 100 наград, и у меня это не получилось, я, по-моему, тогда накопил 80 чем-то наград, и сделал обмен, потому что тогда появилась другая компания, которая не давала нам брать топы, и, скорее всего, уже завтра, либо послезавтра, у нас будет 100 наград, и мы сделаем обмен. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.